Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Всем доброе утро! С вами я, Татьяна, ваш фитнес-тренер А это значит, что впереди у нас зарядка На канале Саратов-24 Все за мной! Сегодня мы с вами проработаем мышцы рук В груди, сделаем отжимания И мышцы ног Немного поприседаем Но для этого нам нужна разминка Как обычно, ставьте обе ноги на ширину таза Обе руки согните, можете пальцем накоснуться плеч И начинайте делать круговые движения Плечами назад Примерно 5-7 раз И затем Локтем направляйте к противоположному колену Удерживая таз на месте Скрутитесь Хорошо Теперь 5-7 круговых движений назад И локтем к одноименному колену Удерживая таз на месте Делайте наклоны Снова вперед Теперь вы можете перевести руки за голову И направлять локоть к противоположному колену Теперь снова круг плечами 5-7 раз назад Переводите пальцы за голову И локтем Стремитесь к одноименному колену Отлично! Впереди у нас приседания Ставьте стопы на ширину таза Уводите таз назад Направляйте руки вперед С выдохом вырастайте вверх 5 таких повторений Найдите удобное для себя положение Еще один Отлично! Теперь приседаем Касаемся пальцами пола Около стопы 5 раз Сделаем еще один Отлично! Снова касание И подъем двух рук вверх Касание пола С выдохом вырастаем вверх Удерживайте сильный пресс Прямую спину И добавим с вами подъем на носок Удерживайте баланс Выдохом Снова 5 раз Сделаем еще один На выдох вырастаете максимально вверх Отлично! Впереди отжимания Опускайтесь на колени Итак, приступим! Первое отжимание Обе руки чуть шире плечи Направлены пальцы вперед Вы можете скрестить ноги Сделайте одно отжимание Поменяйте положение рук Направьте пальцы вперед Руки точно под плечами Направляя локти вдоль корпуса назад Снова широкая постановка Локти в стороны И чередуем Один раз отжимания с широкой постановкой рук Один раз с узкой Вы можете делать по два отжимания Или три отжимания В одном положении И делать смену Хорошо! Сделайте примерно 10 повторений То есть всего получится 20 отжиманий Хорошо! Заключительный раз Отлично! Останьтесь на коленях Откройте грудную клетку Потяните грудь И любую руку за голову Тяните трицепс Меняйте Через любое бедро вставайте Хорошо! Сделайте круг плечами назад Отлично! На этом наша зарядка закончена Всего хорошего дня! Увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok Всем доброе утро! Я астропсихолог Мария Белат Отвечаю на сложные вопросы в вашей жизни Сегодня новый день Поэтому новый прогноз для вас сегодня И конечно же ответы на ваши вопросы Пожалуйста, заходите на мой сайт Создавайте свои вопросы И мы, конечно, разберемся в вашей ситуации А теперь давайте посмотрим Что приготовили вам звезды Овен Финансовое благополучие Даст вам ощущение стабильности и уверенности И вы направите свои усилия На увеличение дохода И поиск дополнительных источников заработка Телец Активный период Возрастет привлекательность Усилятся творческие способности Улучшится здоровьем Близнецы Противоречивое время Ваш взгляд на мир и поступки Будут весьма необычны Даже для вас самих Рак Вам хочется чего-то действительно нового Все таинственное, дальнее и неизведанное Будет манить вас Лев Удачный период для воплощения в жизнь Планов и проектов Дева Обстановка дома может быть непростой И вас будут тянуть в дальние страны Не убегайте от проблем Весы Ваш день сегодня может быть связан с финансами Страховками, налогами и кредитами Будьте внимательны Скорпион Хороший день для участия в светских мероприятиях и встречах Стрелец Выполнение служебных обязанностей Решение бытовых проблем Забота о здоровье Займут большую часть вашего времени Козирог У вас появится больше времени на развлечения И вы сможете организовать замечательный праздник себе и близким Подолей Посвятите этот день своей семье и дому Рыбы От вашей коммуникабельности и подвижности Будет зависеть уровень заработков Однако вам будет нелегко раскачать себя на новые дела В нашу редакцию приходит большое количество писем Самое интересное мы рассматриваем здесь Вероника пишет Как найти себя в жизни? Что посоветуете? Вероника, вы достаточно робкий, аккуратный в принятии решений человек Вы достаточно сложно впускаете что-то новое в свою жизнь И у вас в вашей карте достаточно мало огня Это говорит о том, что вы не инициативны, вы нерешительны И вам обязательно нужно какой-то человек, опора для вас Который бы вам был бы головой, а вы бы уже были непосредственно шеей Самое главное для вас это проверенная информация, факты То, чем вы сейчас занимаетесь, я посмотрела в вашей карте Вы находитесь на правильном пути Вы хотите, конечно, быстрее, но все будет так, как должно быть Медленно, но верно, не спешите Сейчас у вас именно такая задача и такое положение планеты Если вы хотите, чтобы ваш вопрос прозвучал в нашем эфире То, пожалуйста, присылайте мне его на электронную почту С указанием даты, времени и места вашего рождения И мы разберемся с вашей ситуацией И что ж, 5 мая, что ли? Уже 5 мая, первые майские каникулы уже позади Впереди вас ждут еще одни небольшие майские выходные А в этот промежуток мы решили вам рассказать, чем 5 мая запомнится нам всем очень и очень надолго Во-первых, сегодня именина у Луки И, знаете ли, в народе говорили, что на Луку лук высаживают в луковице в землю На Луку лук в луковице Слушай, а значит, лук и лука это однокоренные слова Как минимум там три буквы одинаковые Молодец Дорогие друзья, сегодня знаменитости празднуют свои дни рождения Например, сегодня день рождения у Адель Сегодня день рождения Адель, как я люблю Адель? И я люблю, а еще я люблю... Криса Брауна? Нет Крэга Дэвида? Крэга Дэвида А у них у всех сегодня день рождения? Да Вот такой Крэг Дэвид, Крис Браун, Адель соберутся в одном саратовском баре И как, ну давай веселиться, петь свои песенки, Sky Falls поют В караоке причем Да, обязательно И Крэг Дэвида такой, yeah, 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 come on 70 баллов, ну как-то не очень Оу, 70 баллов А еще сегодня необычный день Сегодня день Профессиональный праздник Профессиональный праздник Профессиональный праздник у акушерок Да Вот у тех самых женщин, которые принимают роды, которые принимают участие в таком важном процессе Я не знаю, это вообще Которые, кстати, вот это по сути те люди, которые первыми увидели вас на свете Да, поэтому, если у вас есть какие-то друзья, подруги, кто работает Слушай, а есть еще акушеры Да, безусловно У них ведь тоже праздник Ну, это общий праздник Да И тех, и других И акушерок, и акушерок Да Все, всех поздравляйте, друзья Если у вас есть знакомые, обязательно им позвоните И скажите, сегодня ваш день, если вы не знали, например Пора отмечать Пора отмечать Ну и, конечно же, мы поздравляем всех тех, у кого сегодня случилось памятное забытие Юбилей, день рождения 40 лет назад вы пришли работать на свою любимую работу А 100 лет назад вы сошлись в браке с своей любимой супругой Мы вас поздравляем Искренне веселитесь, отрывайтесь И спасибо, что этот праздничный день Начинайте вместе с нами Друзья, мы сегодня наше заводочное воздушное А если мы пригласим, чем инвалиды Уже у нас есть Точно, точно, точно Мы пригласим, что мы пригласим Открытся в наши годы И третий вопрос Открытся в наши Рекланды На этом же время У нас не вопрос, дорогие друзья И так, внимание, вопрос В каком году на экране вышли Вы пригласили В определенные ответы Извиниться два Короткий, запустив десятый Или тысяча десятых И так, внимание, что вы получаете В следующем случае В следующем случае В следующем случае В следующем случае Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Доброго утра вам! В эфире рубрика «Афоризмы», а это значит, что я, Марина Игина, расскажу вам о новом выражении, которое иногда мы используем в своей речи. И сегодня это будет выражение «Домоклов меч». Это древнее, но очень интересное греческое предание. В конце V века до н.э. жил сиракузский тиран Дионисий, и было в его царстве всего в изобилии. Он был неимоверно богат. Помимо войн он часто проводил время в пирах и забавах. Подданные его боялись и беспрекословно слушались. Со стороны казалось, что жизнь его беззаботна, и каждому хотелось оказаться на месте Дионисия. Но больше всего занять место царя хотел приближенный к нему Домокл. И тогда правитель решил на его примере показать всем, что видимая сторона царской жизни – это иллюзия счастья. Дионисий предложил Домоклу занять его трон на один день. Ошалевшего от счастья Домокла омыли маслами, одели в богатые одежды и выполняли все его приказы. Он не мог поверить своему счастью, но в разгар пира в его честь он запрокинул голову над троном и увидел, как над ним висит меч, который держался на конском волосе и мог в любой миг оборваться. И тогда бы меч обрушился бы на голову незадачливого Домокла. В этот момент он и понял, что висит на волоске от жизни, и что царь каждый день ощущает себя в таком положении. Ведь столько людей хотят его сместить с трона. Этот урок он усвоил, и с тех пор пошло выражение «Домоклов меч», означающее нависший над кем-либо угрозу при видимом благополучии. Желаю, чтобы вы не оказывались в таких ситуациях. Хорошего вам дня! Субтитры сделал DimaTorzok Доброе утро СНГ! Доброе утро Саратов, в частности. С вами снова я. И сегодня четвертый день моих побегушек. Хочу сказать, что сегодня прям колоссально холодно. Я вот иду на пробежку, время, кстати, 6.00, и понимаю, что, блин, холодно действительно. Я не знаю, сколько я сегодня выдержу, но хоть сколько-нибудь-то я на выдержу, я так думаю. Но потому что вот очень здесь холодно, а встала сегодня немножко проблемно, немножко даже проспала минут на 20. Посмотрим, что будет завтра. Посмотрим, что будет завтра. Но стала глаза открывать с первым звонком будильника, а не ждать до последнего. Поэтому вот так. Ну что, побежали? Все, бежим. Предпоследний день. Фух. Это же четвертый день. Но уже намного легче. Бегу стараюсь. Это вообще, я поняла, что мне нереально, неудобно снимать себя и бегать. Поэтому, ребят, все потом. Ну вот, собственно, сегодня все. Четвертый день пробегал. Осталось дойти домой. И могу сказать с уверенностью на, наверное, процентов 60, что бегать становится легче. На всяком случае, как бы, нагрузочка увеличилась. Если раньше останавливалась через каждый, там, полметра, чтобы отдышаться. Сегодня пробежала почти полный круг. И поняла, что, блин, остановилась я всего три раза. И то потому, что ногу свело судорогой. Вот. Тут, кстати, довольно-таки прохладно, если здесь только ходить. А если бежать, тут довольно-таки жарко. Я прямо-таки сказала бы, лето, солнце, жара. О, моли, мандала. Вот. Что я, мне интересно, что будет завтра. И пока мне нравятся те ощущения, которые я получаю. Но страна, в частности, Саратов. Доброе утро. Приятного вам завтрака. Удачного рабочего дня. Прекрасного завершения рабочего дня. И потрясающе интересного вечера. Все. Всех люблю. Пока-пока. Прекрасного завершения. Пока-пока. 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 Прекрасного завершения. У него какое-то с представлением на истории республики на зубы Как-то право ему всегда не образом было жало Для того, чтобы полностью он стал похож на эту страну в пульверглазе Друзья, это любопытно Мы покажем вам сейчас месту Кагару Вот примерно так все забыли за Джарик Лепа Я думаю, что все его фанатки, которые там ждали концерта Мы с товарищем Кагару взяли приятные Я не знаю, что Кагару Пошел, все в неделю Ну что, будем ожидать, конечно, приятного, пока будем, собственно, до детских, то есть, Джарик Лепа Это ровно стоит ожидать, что это не только начало Кагару взяли на СРО, а не перешла обратить в любые практики, заправить на интернет, на полу, спрашиваться независимый, заправить на ответный вопрос И получает, что она пригодится на интернет про Александр, и у того, и в связи с ним на любой фильм, что несмотря на то, чем на всякий контакт, и так, и соответственно, это же не совсем кончается И это будет два вопроса Я думаю, что вы решили вопрос Можно? Ну что, друзья Ну что, друзья Мы из Кагару обычно ждем вопроса либо совсем новых фильмов, либо классики Но сегодня будет отдельно с какой-нибудь мелочкой А я только смешательный фильм не платил без лица А пока, друзья, вопрос Какие два актера сыграли главную роль в этом фильме? Виктор Какие два актера сыграли главную роль? Главная роль В этом фильме и Эльвицо Присылайте на твой парень и на третий под следующий Главная роль Главная роль Главная роль Главная роль В этом фильме Главная роль Но и на третий подъем И, конечно же, оставить свой контакт на мой телефон Чтобы мы без проблем на красавице Можно сказать Бинго, поздравляем. Вы первым, кто прислалил правил, а где то значит получите пригодительный выбор о том-то Я напомню, если я сообщение вам не слой, то вообще-то ничего Субтитры сделал DimaTorzok 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 То же самое мы делаем и со вторым прямоугольником. И далее у нас осталась серединка. Для этого мы берем самый маленький прямоугольник и складываем края просто к середине нашего прямоугольника. Серединка готова. Далее мы приступаем к сборке нашего модного аксессуара. Тот прямоугольник, который поменьше, мы накладываем на большой прямоугольник. Так, берем иголку с ниткой, причем неважно, какого будет цвета у вас нитка, так как ее не будет видно. И собираем это обычным швом. И далее мы просто натягиваем нашу ниточку. У нас получаются вот такие вот складочки на нашем галстук-бабочке. Фиксируем нитку. И делаем серединку. Для серединки нам понадобится самая маленькая запчасть для нашей бабочки. И мы собираем нашу конструкцию в единое целое. И сзади фиксируем с помощью иголки и нитки. Вот такая вот бабочка у нас получается. И осталось сделать ремешок. Нам понадобится 50 сантиметров. Обычная белая атласная лента. Мы обрабатываем края зажигалкой, для того, чтобы они у нас не распускались. И далее тоже с помощью зажигалки мы соединяем края нашей ленты. Для того, чтобы у нас получилась тоненькая полосочка. Для ремешка нам еще понадобятся мелкие детальки, которые можно купить в любом магазине ткани. Они специально продаются для галстука-бабочки. Мы берем нашу атласную ленту, вставляем в нее эти детали. И вот такой вот ремешок у нас готов. Мы вставляем наш ремешок в бабочку. Вот и все. Наш модный аксессуар готов. Так примерно, когда дети предложили делать свои ленты. Мы в нашем доме не сможем разобраться. И дети, в нем мы проходили, но мы не знаем пример, что мы у нас пилотом снимаем. А вот мы дышимаем, дышимаем, дышимаем. И теперь, в плане, в плане, в плане. Он предложил сделать за и выступает в лагунку. Серьезно. Мы так давно, он применяет свои стены в беломках, полу, лошадь. И сзади, почетная, двуя. Стены. Хорошо, мы обзаняли в зену, но с кольком пошли не так. Учитывая, что сегодня было 36 участников, это такая хорошая с твоей девушкой. Да, она очень хорошая девушка, да, и, конечно, гордится его мамой, гордился бы очень. Михаил, если бы уже пришел сюда, мы желаем. Да, Михаил, скорее всего, из-за Армении, конечно. Я думаю, что действительно, что он должен быть из-за микро-бонышка, когда он уже пока находится в центре Митти, но я думаю, что когда он будет встретиться, то еще скоро мы заглянем дальше, что неудача. Вот это вот слово Саш一下, как подходит на Celma Creduzado, я тебе тоже год еще приятно. А что за корот Wash вам один? Ну все, конечно. Да, да, да. Ну что ж, а осторожности и новостями, мне еще не так, очень много времени, еще нет людей. Ну а сейчас призываю льну ногу по розыгут. Друзья, маверации по интернадцатичной галантиновой в банкеру. Это что ни одному делу с другом, не продавим. Что с вас выполнить? Да, скажи, что? Субтитры делал DimaTorzok 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 Контакт оригинал вряд ли бы позволил. Я такой ярый поклонник Челентана, но не сказать, что так, как девушка выбежала и выцеловала его, когда он упал в омарк. Главное, как двойник исполняет себя. Если он показывает себя как просто зажатый какой-то такой весь, то да, тогда ничего интересного нет. А если когда энергию передает зрителям, когда заряжает зал всем, когда именно отдает все позитив, вот это вот, это круто на самом деле, это здорово. И люди как раз тянутся, потому что он человек народа именно. Укращает сначала саратовских зрителей, затем и нашего оператора. А вот он уже в фокусе нашей камеры уже в пресс-центре местной гостиницы рассказывает, как дошел до жизни такой. Я, конечно, всегда его любил, но друзья вокруг меня постоянно говорили о моем внешнем сходстве с Челентана, о моем движении напоминают его. После этого я начал еще больше изучать его творчество, думать о его музыке. Теперь интерпретация творчества Челентана из его уст поднимает с мест фанатов – самого Маурицио. Его имя с недавних пор стало громким в разросшихся кругах поклонников. Ну, потрясающее искусство, и если у нас нет возможности посмотреть его здесь в чистом виде, мы рады, что к нам приехал такой артист. Я прилетела из Америки специально в это время, чтобы его посмотреть. Кажется, хотел заработать на имени Челентана и сделать людям приятное. Адриана и раньше не жаловал концертами, а сейчас, в 77, и подавно никуда не выезжает. Но за маской строптивого итальянца нашел собственное лицо, близкое к народу. Мария Смирнова, Олег Бирюков, Саратов, 24. Мария Смирнова, Олег Бирюков, Саратов, 24. Мария Смирнова, Олег Бирюков, Саратов, 24. Это детская книга, которая при ближайшем рассмотрении тянет на взрослую. Впрочем, мне кажется, именно это и отличает хорошую детскую литературу. Вот сами подумайте, «Маленький принц Экзюперий» кому адресован? Взрослым или детям? Самая младшая – это не притча и не сказка. Это роман в историях, впечатления в картинках, мысли в звуках или даже воспоминания в запахах. В общем, это очень осязательная и обаятельная книга, можете мне поверить. В ее центре главная героиня – девочка Полина, и ей всего 8 лет. А вокруг нее целый мир. Родители, которые все время на работе. Пес по кличке Бес, добрая бабушка-учительница и слепой дедушка, который умеет придумывать волшебные сказки. Ну а еще, конечно, брат и сестра. И сама Полина – целый мир с мыслями, переживаниями, историями, хрупким детским восприятием окружающего. Передать ее именно такой удалось писательнице Ларисе Романовской не случайно. Начинала автор с тонкой литературной материи, со стихов. Затем написала городской фэнтези о современных ведьмах и летающих кошках, которые живут в гнездах на деревьях. Ну а теперь попробовала себя в жанре детской книги. Эксперимент определенно удался, потому что история, во-первых, возвращает вас в детство, к вашим воспоминаниям и впечатлениям, а во-вторых, рассказывает историю, быть может, вообще не детскую. Девочка Полина чувствует и осмысляет мир, как человек творческий. Например, она может часами сидеть и смотреть на лапу черепахи, представляя, на что та похожа. Она заполняет анкеты за своих вымышленных друзей, а иногда, например, представляет, что она и все члены ее семьи раздвоились. При этом мир вокруг Полины совершенно обычный и узнаваемый. Современная Москва, мама, пиар-менеджер в офисе, папа-неанатолог, квартира номер 163, ноутбуки, смартфоны, телефоны, дача на лето, домашние школьные задания. В общем, все как обычно. А главы этой книги – маленькие истории, которые дополняют общую картину мира Полины. На вопрос о том, как она придумала свою героиню, Лариса Романовская отвечает в предисловии и рассказывает о том, что она просто встретила ее около школы, дожидаясь собственного сына. И в этом предисловии есть что-то крайне уютное и доверительное, чего так не хватает жителям больших городов, будь они детьми или взрослыми. Поэтому, если сегодня вам хочется провести домашний, теплый, уютный вечер, то берите эту книгу и читайте вслух детям. Это время точно не пройдет для вас даром. Еще раз повторю, Лариса Романовская – самая младшая. На этом я, Маша Карманова, на сегодня закругляюсь. Увидимся с вами следующим утром. И я непременно расскажу вам о еще одной хорошей книге, которую стоит прочитать уже сегодня вечером. Добрый день. Меня зовут Оксана. Полгода назад я решила заняться корректировкой своей фигуры. За полгода я достигла определенных результатов, но не достигла конечной своей цели. Поэтому мне инструктора посоветовали заниматься на баротренажере. В первую очередь мы решили подкорректировать проблемную область живота и бедер. Мои ощущения ассоциируются с хождением по мокрому песку. Идти как бы тяжело, но приятно. Да, идет нагрузка на бедра, на живот. Такое ощущение, что как бы живот втягивается. Настроение улучшается от того, что будет какой-то результат. В индивидуальную программу Оксаны мы включили занятие на баротренажере. Баротренажер – это сочетание эллиптического кардиотренажера с эффектом вакуума. Это позволяет нам за короткое время сделать нашу тренировку более эффективной. За счет пониженного давления в капсуле наше кровеносное давление ускоряется. При этом тренировка становится более эффективной. И мы прорабатываем именно проблемные зоны. Это зона живота и зона бедер. К концу занятий на баротренажере как-то, ну, легкость какая-то появляется, когда выходишь с этого тренажера. Со стороны может показаться, что я ничего не делаю, просто шагаю. Но уже такое ощущение, что я пробежала очень много километров, и сильная у меня нагрузка уже на организм. На этом тренировка моя закончена. Я чувствую себя бодро и готова к достижению моих целей. Субтитры делал DimaTorzok Я вас люблю. Что делать, виноват. Я в тридцать лет так безрассудно сердцем молот, Что каждый ваш случайный, беглый взгляд меня порой бросает в жар и в холод. И в этом вы должны меня простить. Тем более, что запретить любить не может власть на свете никакая. Тем более, что, мучаясь и пылая, ни слова я не смею вам сказать. И принужден молчать, 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 молчать. Я знаю сам, что были бы преступны признания или смысла лишены за тем, Что для меня вы недоступны, как недоступен рай для сатаны. Цепями неразрывными окован не смею я, когда порой взволнован, измучен весь. К вам робко подхожу и подаю вам руку на прощание. Рыдать без слов, метаться, ощущать, что кровь. Свинцом расплавленным, не кровью бежит по жилам. Мучаться, страдать, бояться встреч и ждать их. Жадно ждать. Бояться каждой мелочи ничтожной. Дрожать за каждый шаг неосторожной. Над пропастью бездонную стоять. И чувствовать, что надо погибать. И знать, что бегство невозможно. Я напомню, что каждый желающий нос принять участие в нашей стихотворной статье. Затем, что частично присылается в официальные сети, что если наш редактор после церкви. Если вы хотите сплошные ваше прочтение, то тогда мы пригласим вас к вам в студию и вы знаете звездой камер. Это относится к самому виду на состоянии здесь, в портретах софиты. Вот эти вот такие вот камеры, да, они в студии в вашем спорте. Друзья, при первом времени для внимания ваших студентов. Это все ваше прошло. Продолжение следует... Продолжите фразу «Я никогда не делаю». Врасплох застали. Плохие дела. Продолжите фразу «Я могу гордиться собой, потому что...» Не могу сказать, что я мог гордиться собой, потому что... Не то, что я такой скромный, потому что я никогда не позволяю себе летать в облаках, что так все замечательно. Всегда отношусь к себе с претензиями и требованиями очень высокими. Поэтому как бы неуместный вопрос, не могу... Организм сопротивляется сказать. Вот я могу гордиться за того, что я такой хороший и такой ответственный, или я такой добрый. Все, что я не делаю, делаю для того, чтобы было все хорошо. Что вы любите смотреть по телевизору? К сожалению, в последнее время приходится смотреть, кроме музыкальных программ, также информационные, потому что очень много событий в последнее время случается, поэтому хочется быть всегда в курсе, что происходит, как происходит. Поэтому... Также спортивные смотрю программы, разнообразный спектр, поэтому нет такого, что особенно какая-то программа очень нравится, какая-то не очень нравится. Смотрю все, что душе нравится. А что вы будете делать в последний день перед концом света? Работать. Вот. Мы же, как говорится, конец света – это философское, даже какое-то риторическое обособление, поэтому мы никогда не будем знать, что это конец света, поэтому где мы будем? Естественно, на работе, поэтому будем работать. Продолжите фразу «Больше всего в людях я не люблю». Безответственность и злоба. Из чего складывается ваш идеальный день? Из общения с хорошими людьми. У кого вы спрашиваете совета? У моих педагогов, друзей, родных. Какой один главный совет даете ребенку? Слушай свое сердце. Продолжите. Лучший отдых для меня? Отдых с семьей. Что неизменно может поднять вам настроение? Смех, улыбка другого человека. И последний вопрос. Что вдохновляет вас на подвиги? Вдохновляет? Скажу высоко и банально – любовь. Смотрите нашу рубрику «Правила жизни». Каждое утро по будни в программе «Автопилот». Друзья, они живут на Орбертике троих тяпок. И трог skillet какие-то мои мечи. Неизвестные, а не монтические. Но это было бы самое сердце поездки. Ваше второе поможет, потому что утром горших вору и вору и вору и вору. Я посмешалась важной чувством. Вы с женой уже 20 лет вместе. Да, с деньпор. У меня в комуте. Вы критко держите, за себя. Да, если я, я не знаю, что будете. Так же, я не буду делать. Доброе утро, здесь Павел Роженков. И Наташа Ростова. Чтобы вечером вы смогли блеснуть своим остроумием перед друзьями, вот вам прямо с утра веселый свеженький анекдотик. Три самых популярных лжи в магазинах. Первая. Вам это очень идет. Вторая. У моего сына точно такой же. И третья. Я еще похожу и обязательно вернусь. Вы, пожалуйста, далеко вещи-то не убирайте. Еще больше хороших анекдотов на веселом радио. Стой 6FM. Продолжение следует.